Они сигнализируют о приближении к мёртвой точке. Никто не знает, что произойдёт, включая правительство. Поменять систему чуть-чуть, чтобы удовлетворить требования, не является решением. Эти требования не могут быть выполнены. Нам надо менять всю систему. Как смотреть новости с участием Слава Айжижека. Эпизод 1. Жёлтые жилеты. Первое, что стоит подчеркнуть, это противоречивость требований протестующих. Они хотят больше заботы об экологии, но их первым требованием было снижение налогов на топливо, на бензин для машин. Они хотят платить меньше налогов с заработной платы, при этом желая лучшего здравоохранения и прочего. Это типичное популистское требование. Это, вероятно, подлинное возмущение, ярость. Но если говорить буквально, на самом деле они не знают, чего хотят. Их требования в реальности невозможно выполнить. По крайней мере, это невозможно при существующей системе. И поэтому я и считаю, что эти протесты важны, потому что они включают в себя народное волнение, разочарование в существующей системе. По крайней мере, многие согласятся с этим. Наверное, Макрон — это лучшее, что истеблишмент может предложить сегодня. Хороший банкир, технократ, в то же время с определенной социал-демократической наклонностью и так далее. Очевидно, что Макрон уперся в потолок своих возможностей. Но что может произойти? Давайте представим совершенно сумасшедший сценарий, что каким-то образом через коалицию, новую партию или что-то еще протестующие реально приходят к власти. В рамках существующей системы это будет означать кризис, экономический хаос и так далее. И я полагаю, что здесь мы понимаем, что нужно делать. У нас противовоборство между требованиями, которые невозможно удовлетворить, и тем, что существующая система может предложить. Решением является не только косметическое изменение системы, чтобы удовлетворить эти требования. Эти требования не могут быть выполнены. Нам надо пошагово изменить всю систему. Наше все, не только транспорт, но и образ жизни. Чтобы большая часть этих требований обессмыслилась. Знаете, о чем я думал здесь? Я где-то читал, что Генри Форд, который изобрел массовое производство машин, когда они спросили его, как он умудрился предложить людям то, что они хотели, и он ответил нечто умное. Слушайте, когда я начинал, людям не нужны были машины. Если бы вы спросили обычных людей насчет того, что они хотели, они, скорее всего, ответили бы, нам нужна лошадь посильнее, и чтобы меньше ела, или что-то в этом роде. Нет, вам надо предложить им что-то, о чем они даже не подозревали, что могло бы им служить. Вот почему протесты желтых жилетов так важны. Потому что они сигнализируют о приближении к мертвой точке. Система достигает потолка своих возможностей, и нужен не популизм, который работает лишь краткосрочно, не лучшая технократия, которая работает лишь в рамках существующей системы. Сегодня нам нужны политики-новаторы, которые представят новый взгляд на то, как радикально поменять вещи, ужасно говорить это, но нам нужно просвещенное лидерство. Я не боюсь говорить это. Я не верю в наступление немедленной демократии. Ладно, скажу так, зайду даже дальше, чтобы спровоцировать людей. Я не верю в то, что модно среди многих леваков, то, что они называют нерепрезентативной прямой демократией. Моя формула, и я не шучу здесь, бюрократический социализм. Общество, в котором я хотел бы жить, это общество, где государственная бюрократия или какая-то общественная бюрократия каким-то образом организует базовые вещи, которые меня не касаются. Вода течет в кране, есть электричество, здравоохранение и так далее. Мне не надо знать, как все это работает. Я могу жить в своем гнезде, занимать свою нишу. Я думаю, что это и есть будущее, и мы не должны бояться сделать это нашим девизом. Опять, эффективная бюрократия и некий уровень отчужденности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!